Добрый вечер на телеканале Югра. Больше чем новости. Я Елена Келян. Как всегда, в пятницу все, чем жила Югра в эту пятидневку. На этой неделе мы вновь вспоминали тех, кто погиб на войне. 22 июня 1941 Германия напала на Советский Союз. Впереди были четыре долгих года сражений. Напомню, из округа на фронт ушли почти 18 тысяч человек. 9,5 тысяч не вернулись. Традиционно в День памяти и скорби в округе организуют минуты молчания и патриотические акции. Возлагают цветы к мемориалам в память о воинах, которые отдали свои жизни за родину и угорчане зажигали свечи. Причем акция проходила в разных форматах. Можно было поставить зажженную свечу в окне или активировать электронную свечу памяти. Еще одна дата 24 июня. В 1945 именно в этот день прошел первый в истории парад победы. 35 тысяч солдат тогда прошли победным маршем по главной площади страны. Когда уже привычный майский парад в этом году пришлось отложить из-за коронавируса, выбрали именно этот день. В среду, 24 июня, 13 тысяч военных в парадной форме вновь маршировали по знаменитой брусчатке. Но Красная площадь помнит не только ликование победителей. В ноябре 41-го тогда все только начиналось. Фактически отсюда на фронт провожали будущих героев. Были среди них и жители нашего округа. Воспоминания участников тех событий в сюжете Дмитрия Пришвицена. Военный парад это некая дань подвигу воина, его мужеству. Это символ победы. Особенно, если ее так долго ждали. В истории нашей страны особенно запомнятся два парада. Один из них 24 июня после окончания Великой Отечественной войны. Другой в ноябре 41-го года. И для нашего округа значимо, что участвовать в этих парадах пригласили бойцов из Югры. Взвод ханты-мантийца Николая Яшина осенью 1941 года перебросили под Москву. Там и пришла весть о том, что солдаты примут участие в военном параде на Красной площади. И это несмотря на то, что ожесточенные бои шли уже в 100 километрах от столицы. Об этом всем вспоминает супруга югорчанина Александра Васильевна. Ей уже 91 год. И вот когда началась война, он шел в этом параде. Он шел в 8-м ряду, в 7-й. И был очень снег валил. Такой был снег. И послышался голос Сталина. И все думали, что он из кабинета своего где-то. И вдруг снег развеялся. И они увидали на трибуне стоит Сталин. И такой получился вздох. Все так вздохнули. Ура! Сталин с нами! Москва за нами! Этот парад имел стратегическое значение. Поднять боевой дух Красной Армии. Солдатам было важно увидеть воочию, что руководство страны находится на своих местах и не собирается эвакуироваться. И это, несомненно, прибавило бойцам уверенности. Ведь многие из них маршировали с площади Кремля в сторону фронта навстречу своей судьбе. Но взвод Яшина остался в Москве, чтобы предотвратить высадку в столице немецкого десанта. Разведчики докладывали о такой вероятности. Но ожидание затянулось. Обо всем этом югорчанин писал в своем фронтовом дневнике. Его он вел всю войну. Это было как бы отдельные листы. Вот уже после боя, как правило, он писал, как прошел, кто погиб, его друзей, с которыми он близко общался. Это описывал. И помню, вот он рассказывал, описывал, когда его ранили, когда его ранили. Вот это он все описывал. К сожалению, до наших дней военная летопись Николая Яшина не дожила. Но о подвигах своего героического предка с гордостью рассказывает семья. А вот Михаил Зимурков чеканил шаг по Красной площади уже после войны. Дивизия, в которой он служил, должна была отправиться в Прагу. Но политрук получил сообщение, семеро человек должны отправиться в Москву на Парад Победы. К слову, в нем приняли участие 35 тысяч советских солдат. Для них специально шили форму. Форму, говорит, нам меняли два или три раза. Сначала, значит, Москву с них форму выдали, потом еще один раз им форму выдали. Несколько раз, и в конце концов, на Парад они пошли в совсем другой форме. То есть не в той одежде, которая первоначальная. То есть несколько раз меняли им одежду. Югорчанин Михаил Зимурков шел в первых рядах, где советские солдаты бросали знамена поверженных гитлеровских войск к Мавзолею. 24 июня утром, ну, утром, где-то часов в четыре встали и строим до самой Красной площади, из Косворшевых казаров. Шли туда, построили, напротив Мавзолея стояли. Наш полк стоял. Пошли, значит, первый прибалтийский, ну, по порядку, как у них шли фронты, так и пошли по фронтам. И вот мы тоже пошли, наш полк, значит, со знаменами, и к Мавзолею бросали под ноги прямо сюда. Сверху! Я встречи слева! На крыль! У! А кому-то из югорчан посчастливилось и спустя 75 лет вновь присутствовать на параде победы. Ветеран Иван Петрович Лыткин из Ханты-Мансийского района, конечно, не чеканил шаг по брусчатке. Он стоял на трибуне и наблюдал, как это делают сегодняшние молодые солдаты. Дмитрий Пришвицин, Юрий Гурьев, Антон Пироговский, специально для программы «Больше чем новости». На этой неделе в Югре, как и по всей России, стартовало голосование по одобрению поправок в Конституцию. 12,5 тысяч угорчан уже сделали свой выбор досрочно. Это жители отдаленных поселений. Полторы тысячи из них – представители коренных малочисленных народов Севера. Напомню, из-за пандемии коронавируса голосование решили растянуть на неделю. Для этого в округе развернули более 700 избирательных участков. Большинство из них мобильные. Проголосовать можно во дворах домов, парках и скверах. На всех пунктах приняты повышенные меры безопасности как для избирателей, так и для членов комиссии. При входе избирателям выдают средства защиты, а на самих участках каждый час проводят санитарную обработку. За безопасностью голосующих в этот раз следят и общественные наблюдатели. Как сейчас проходит голосование, расскажет Алексей Шабанов. Вот так по всей Югре стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Картинка не совсем привычная, на участках немноголюдно. Впрочем, этого и добивались организаторы. Безопасность превыше всего. Губернатор Югры Наталья Комарова пришла на свой избирательный участок в первый же день голосования. Такое важное дело, по мнению главы региона, не стоит откладывать. Уважаемые земляки, сейчас вместе с первыми югорчанами, пришедшими на избирательный участок, приняло решение об одобрении поправок в Конституцию России. Общероссийское голосование проходит в максимально безопасных условиях. Проголосовать безопасно можно на каждом избирательном участке нашего региона. Мерам безопасности на этот раз уделено столько же внимания, сколько и самому голосованию. Еще на улице избирателей встречают волонтеры. Они измеряют температуру, выдают маски, перчатки и одноразовые ручки. На входе размещены обеззараживающие коврики для ног. Особые меры соблюдают и члены избирательных комиссий. На них должны быть перчатки, маска, защитный экран. Паспорт в руки мы не берем, чтобы избежать контакта. Они приоткрывают лицо, чтобы посмотреть на человека, сравнить, даст, что это этот человек. Получают бюллетень, проходят в кабинку для голосования. Затем в стационарный ящик опускают бюллетень и выходят. Кроме стационарных избирательных пунктов на этот раз можно проголосовать на мобильных участках. Их развернули вблизи домов, во дворах, парках и скверах. Это также сделано с целью профилактики, чтобы избежать больших скоплений людей в одном месте. Кудур хорошая, не создает особых очередей. Я считаю, что все сотрудники, которые на участке, они очень правильно относятся. Все такие нормы соблюдены. Я тоже благодарю, что у нас есть такие хорошие участки. Голосование продлится неделю. Однако многие югорчане решили сделать свой выбор в первый день, а не откладывать его на завтра. В безотлагательности они видят главную причину успеха. Содержание новых поправок можно обсуждать как, скажем так, заключение нового общественного договора. Поэтому, скажем так, у нас, у каждого есть возможность принять и высказать свое мнение по поводу того, как должна быть устроена система отношений между гражданами и властью. Конечно, социальные поправки чрезвычайно важны. И все поправки уже давным-давно, как мне кажется, должны были быть приняты. Но вот пришло время и, слава Богу, наш народ сегодня и в ближайшие дни будет голосовать за это. В предыдущем варианте Конституции статья 41 гарантировала только бесплатную медицинскую помощь, но без привязки к тому, что она должна быть своевременна. Здесь и сейчас в новых поправках вносится изменение о том, что доступная и качественная медицинская помощь должна быть гарантирована как региональным правительством, так и Российской Федерацией. За чистотой и прозрачностью самих выборов следит целая команда наблюдателей. На участках они проводят целый день. Впрочем, особых поводов для беспокойства нет. В первые дни голосования нарушений не выявлено. Всегда можно проголосовать в любое удобное для вас время. Люди идут, несмотря на раннее утро или поздний вечер, когда кому удобно. Какие-то нарушения вы заметили? Нет, люди не толпятся, люди голосуют в связи со своими принципами, никто на них не давит, все голосуют как хотят. Все проголосовавшие смогут принять участие в викторине «Моя Конституция». Кстати, это сделала сама губернатор Югры. Остается напомнить, что голосование по поправкам в главный закон страны продлится до 1 июля. Алексей Шабанов специально для программы «Больше чем новости». Сложнее всего организовать голосование для коренных малочисленных народов Севера. Живут они вдали от избирательных участков, в лесах, на своих угодьях, на машинах, вертолетами, по воде и пешком. И избирком добираются до каждого хозяина тайги. Самый протяженный такой маршрут – пять дней пути. Усилия избирательной комиссии оправдываются. Представители коренных народов от своих гражданских обязанностей не уклоняются и голосуют активно. Почему на стойбищах всегда высокая явка и чем запомнится голосование с особым санитарным режимом, расскажет Ольга Придоха. Досрочное голосование на отдаленных территориях – процедура весьма стандартная, хоть и необычная. Вот он, набор члена избиркома. Бюллетень со специальной таргетной сеткой и прозрачный ящик для голосования. А еще обязательны болотные сапоги, репеленты. И в этом году так уж повелось средства индивидуальной защиты. Добраться до стойбищ, где живут ханты, ни по суше, ни водой, в принципе, невозможно. Поэтому члены избиркома за несколько дней до дня «Х» начинают облетать эти стойбища вот на таких вертолетах. Каждый день по шесть, а то и семь угодий. В общей сложности это по полтысячи километров. Добраться до летнего стойбища, куда уже перебрались на полгода ханты, без проводника не сможет даже опытный пилот. В вертолете с сотрудниками избиркома обязательно летит проводник. Тоже из числа представителей коренных народов Севера. Достать коренных ханты в начале лета на стойбищи задача непростая. Причем каждый мая они уходят глубоко в лес для того, чтобы строить корали, ловить рыбу и везти огород. Но день голосования, как и вся страна, они решили сделать выходным. Пусть и немного раньше, 1 июля. Я уже сейчас на пенсии, я 25 лет отработала в амбулатории, у нас в Русскинской амбулатории. Так что я вот эту территорию уже наизу знаю, как говорится, как своих пять пальцев. Устойбища не работают друг от друга располагаются? Ну вот, как видите, 10, 15, 20 километров. Я сама... А всех знаете? Всех знаю, всех знаю, да. Как врач Фаина Мултанова заранее просит жителей Угоди не забывать о средствах защиты. В каждом комплекте для голосования, кстати, есть индивидуальная одноразовая маска, перчатки и ручка. Правила изменились и для избирательной комиссии. Вам необходимо здесь маска, перчатки, и проголосовать. Одевайте. Да, смотрите. Вот здесь. Один. Один. Мы по прилету не заходим в помещение, голосование проходит на улице, соблюдаем с голосующими дистанцию полтора метра, не берем в руки документ, одеты в защитные костюмы, перчатки, маски. В труднодоступных уголках Югры. Свой выбор досрочно сделали уже более полутора тысяч жителей из числа коренных малочисленных народов Севера. Явка на Угодиях всегда стандартно высокая. Сейчас же все делается для семей, помогают всяко разно. Конечно, мы благодарны нашим властям. Мы понимаем, мы хотим сохранить природу. У нас вон 300-400 лебедей сидит в озерах. Так что мы за, чтобы природу сохранили. Досрочное голосование избирком сравнивают с ювелирной работой. На стойбище можно застать троих-четверых взрослых с правом голоса. То есть в день не больше 30 человек. В комиссии же объясняют, гражданский долг они помогут осуществить всем, даже если ради этого придется проплыть, пройти или пролететь сотни километров. Ольга Придоха, Алексей Шахмаев, телеканал Югра. И это больше, чем новости из Сургутского района. Маски, перчатки, социальная дистанция. Сегодня это необходимые меры не только на голосовании. Число заболевших коронавирусом в Югре приближается к 8 тысячам. Если быть точной, 7 тысяч 837 заболевших. Конечно, не все они болеют одномоментно. 3 тысячи 562 человека выздоровели. Сегодня, кстати, впервые за несколько дней в округе выявили меньше 300 новых случаев. Будем надеяться, что пик мы прошли, как и прогнозировалось. По числу заболевших лидирует по-прежнему Сургут. Причем со значительным отрывом от других городов и районов. Тяжелых пациентов 66. 46 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала пандемии умер 41 пациент с коронавирусом. Важно, что система справляется. Оборудования хватает. В ковидных госпиталях даже стали проводить операции. На этой неделе московские и угорские врачи вырабатывали единую тактику лечения коронавирусной пневмонии. По приглашению губернатора в Югру приехали 7 специалистов. Они с коронавирусом столкнулись и раньше. Лечили ковидных больных в самых крупных и мощных центрах страны. Экспертная бригада побывала в наших ковидных госпиталях. Изучила все аспекты работы медиков с коронавирусными больными. Московские специалисты отметили и современную тактику лечения коронавируса. И то, что округ в техническом плане обеспечен всем необходимым. О знакоме с нашей системой здравоохранения москвичи даже подсмотрели кое-что для себя. По оснащению мы видим, что все в стационарах у вас имеется. И в плане лекарственного обеспечения, и защитных костюмов. Поэтому в целом пока на сегодняшний день у нас очень положительное впечатление складывается. Где-то мы видим, что уже поменялось что-то. Где-то мы принимаем, я не буду скрывать. Но это касается работы в красной зоне. Например, работа в реанимационных отделениях. Это такие технические моменты. Кстати, московские эксперты говорят, что нам повезло, что Россия столкнулась с коронавирусом позже, чем Азия и Европа. Было время подготовить и специалистов, и оборудование. Но все же в борьбе с ковидом множество тонкостей. С вопросами о том, как ЮГРА противостоит коронавирусной инфекции, мы обратились к заместителю руководителя окружного Роспотребнадзора Инне Кудрявцевой. Бывают ли у сотрудников Роспотребнадзора выходные? Выходных у нас уже очень давно не было. Уже, наверное, два с лишним месяца без выходных и праздников. Обследуются все люди с проявлениями респираторной вирусной инфекции. Это обусловливает высокую нагрузку на лабораторную систему автономной отрубы. Лаборатории работают в круглосуточном режиме. Мощности лаборатории наращиваются буквально каждый день. И по факту сегодня в ЮГРе около 8 тысяч человек тестируются на коронавирусную инфекцию. Когда нужно самоизолироваться? Когда почувствовал себя плохо или когда узнал диагноз? Для того, чтобы результат не был ложно-отрицательным, нужно соблюсти регламентируемые сроки обследования. Заболевшего обследуют в день выявления, контактных обследуют на 8-10 день. Бытует заблуждение. Вот взяли тест, он отрицательный. Можно выходить и продолжать привычный образ жизни, распорядок дня. На самом деле, документами Роспотребнадзора, еще раз я обращусь к санитарным правилам по профилактике коронавирусной инфекции, которые предписывают 14-дневный период изоляции. Можно ли сравнивать работу сотрудников Роспотребнадзора в пандемию коронавируса с работой сыщиков? Мы помимо тех сведений, которые о себе расскажет заболевший и о своем круге общения, мы также запрашиваем сведения по месту работы, для того, чтобы работодатель тоже имел возможность, оценив расстановку рабочих мест на предприятии и организацию технологического процесса в организации, смог определить круг контактных первого порядка, то есть непосредственно кто общался с заболевшим. Кого специалисты называют контактными лицами? В домашних очагах один заболевший заражает 3-4 человек в своем окружении. То есть занос инфекции в дом практически делает заболевшим всех находящихся дома. Ранняя изоляция из домашних очагов – это то, что сегодня с эпидемиологической точки зрения очень важно реализовать в автономном округе. Что делать, если чувствуешь себя плохо, а анализ на коронавирус не берут? Звонить на горячую линию? При адекватной нагрузке на лабораторную систему, на медицинскую систему, на систему оказания медицинской помощи, все работает и в принципе в большинстве случаев система срабатывает. Ну, естественно, бывают и какие-то нюансы. Тогда мы реагируем на звонки на горячую линию. Для этого и создана горячая линия для того, чтобы дать власти обратную связь. Мы ее получаем регулярно и адекватно реагируем. На днях мы узнали, что югорчанин Вадим Ширшиков, участник поискового отряда Сургу, получил награду от министра обороны России Сергея Шойгу. Студента первого курса наградили знаком третьей степени за отличия в поисковом движении. Вадим увлекся раскопками еще в школе, продолжил в университете. Один из прадедов Вадима на фронте пропал без вести. Сургутянин рассчитывает когда-нибудь найти останки своего предка, а пока поднял более сотни советских солдат Великой Отечественной войны. По словам Вадима, участие в поисковых экспедициях – это его долг, а высокая награда – подтверждение, что он на верном пути. Мне захотелось донести до каждого, что это очень важное дело, что мы по супицам создаем память тех, кто не вернулся. А для меня – это то, что я двигаюсь вверх в направлении и дальше буду так же. На каждого героя, увы, есть свой антигерой. Такие раскапывают могилы не ради исторической справедливости, а, скажем, из-за азарта и жажды наживы. Так в Югре этой весной разграбили средневековый могильник. Черные копатели воспользовались пандемией и всеобщей самоизоляцией. Пока археологи готовили официальную экспедицию, неофициальные кладоискатели забрали из захоронений самое ценное. О темной стороне археологии расскажет Василий Сосоев. Этот тихий лес в четырех километрах от Покачей – место преступления. Здесь находится, вернее, находилось древнее захоронение обских угров. Его обнаружил археолог Константин Карачаров в 2002 году. Могильник расположен рядом со средневековым городищем неподалеку от ручья Ворсап. Сейчас эти захоронения 14-15 веков просто разграблены. Черные копатели вытащили из 170 древних могил все, что представляло хоть какую-то ценность. Практически ограблен весь могильник. То есть все могилы, которые видны, были на поверхности. Ну, как на современных кладбищах, они не спрятаны и не замаскированы по впадинам. То есть люди, прекрасно осознавая, что это такое, наверняка при раскопках они находили кости людей, останки. Могильник Ворсап занесен в список объектов культурного наследия Югры и стоит на охране в профильной государственной службе. Ее специалисты регулярно выезжают на места и следят за состоянием памятников археологии. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса число командировок пришлось сократить. Этим и воспользовались вандалы. Пока все сидели на самоизоляции, черные копатели вышли на охоту за артефактами. Службу, конечно, удивили прежде всего масштаб произошедшего. То есть это работа не одной недели, не одного человека, а группы лиц. Работали они умышленно, кости, которые находили, сбрасывали в могилы, туда же кидали окурки, ну и прочее. Поражает в данном случае действительно цинизм произошедшего. Самое сложное сейчас определить масштаб ущерба. Захоронение относится к позднему средневековью. К тому времени местные жители уже наладили контакты с городом Булгар. Он находился на территории Казанского княжества. Оттуда в Сибирь и за Ураль поступали уникальные ювелирные изделия. Что в этих 170 погребениях могло быть? Ну вот также могли быть такие же украшения замечательные. Котлы, оружие, серебряные изделия, бронзовые изделия. Все это вещи уникальные. На черном рынке могут стоить больших денег, конечно. К слову, черный рынок не так уж и скрыт. В интернете, в свободном доступе, на тематических форумах и аукционах можно купить любые исторические предметы и ценности. От античности до начала 20 века. Если зайти в раздел средневековья, то можно увидеть множество лотов. Разброс цен от 100 рублей до сотен тысяч. По словам археологов, порой деньги не самое главное для черных копателей. Я знаю, что среди тех людей, которые это делали, вряд ли у них руководство с корыстью. Это такой спор был. Кто больше накопает, кто больше наберет. А вот эта вот ямка, она закопанная. Просто листву ветер выдал. Здесь Вовчик нашел бронзовый нож. Как оказалось, поиск кладов в России сейчас набирает популярность. В сети можно найти десятки каналов с сотнями тысяч подписчиков и миллионами просмотров. Блогеры рассказывают, как правильно искать, какой металлоискатель выбрать, где копать, как и чем отмыть и даже как продать находки. Как правило, это люди хорошо образованные, четко знающие, что их интересует и что они конкретно копают. Есть такие, которые говорят, мы ищем только монетки. Иногда они говорят, что вот нашли у себя на огороде. То есть придумать можно массу оправданий для своей незаконной деятельности. Почти все авторы сохраняют анонимность. Они хорошо понимают, что то, чем они занимаются, вряд ли законно. Во-первых, нужно отдать часть от найденного клада в бюджет страны. А делиться не хочется. Во-вторых, ради ценных находок и хайпа они намеренно вскрывают памятники культурного наследия. А это уже уголовная статья. Вот она, наша закладуха. Больше ничего нет. К сожалению, один кельт поломанный попался. Где еще одна часть, не знаю. В общей сложности в Югре насчитывается больше 6 тысяч объектов археологического наследия. Примерно на каждом пятом специалисты профильной службы нашли следы ограбления. Большинстве случаев виновников найти не удается. За последние несколько лет в Югре к ответственности не привлекли ни одного черного копателя. Отмечу, что к делу о вскрытии могильника Ворсап подключилась полиция. Данный материал зарегистрирован в дежурной части ОМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и по территориальности передан в МОМВД России Нижневартовский. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Отмечу, что материальный ущерб в этой ситуации не так важен. Когда черные копатели забирают предмет из археологического памятника, теряется исторический контекст. Ведь любая находка – это письмолный свидетель эпохи. Она может пролить свет на жизнь предков и рассказать об их быте только там, где ее нашли. Таким образом, охотники за артефактами не просто разрушают памятники культурного наследия. Они наносят непоправимый вред истории многовековой Югры и России в целом. Василий Сысуев, Владимир Дадыка, Виктор Сивков. Специально для программы. Больше чем новости. В ближайшие сутки округ будут поливать дожди различной степени интенсивности. Хотя температура при этом будет вполне себе по-югорски летняя – от 13 до 24 тепла. Собственно, такой погоды была всю последнюю неделю. Главным плюсом ее стал перерыв в работе лесных пожарных. Самая природа подарила им возможность перевести дух. Влажность сводит на нет. И сильный ветер, и попадание молний в деревья. Однако синоптики прогнозируют, что это лето будет теплым, а август скорее даже сухим. Так что убирать далеко солнечные очки и легкие платья не стоит. На сегодняшний день в округе зафиксировали 100 лесных пожаров. Все уже потушены. Эти цифры держатся уже неделю. Не только благодаря дождям, но и отсутствию жары. Для сравнения, в прошлом году их на эту дату было 34. Сильнее горело в 2016. Тогда, к концу июня, случилось без малого две сотни возгораний. Специалисты называют две основные причины лесных пожаров. Человеческий фактор и сухие грозы. Непотушенный окурок или костер. Выброшенная стеклянная бутылка. Причина примерно 18% лесных пожаров. Главный же ущерб наносят сухие грозы. На их счету от 50 до 80% сгоревших лесов. В чем опасность этого явления? Как оно возникает? И как с ним борются в нашем округе? В материале Сергея Коробкова. Закрутка, строп. Попытаюсь раскрутиться. Если нет, так же контроль высоты. Ноги поджал. Глазами нашел зиму отцепки основного, запасного. Все, убедился, что взял. И вожу запасной парашют. И пусть за их плечами десятки прыжков, каждый день они начинают вот с таких занятий. Каждое давно привычное движение, каждое действие проговаривается и отрабатывается снова и снова. И новички, и ветераны занимаются одинаково серьезно и сосредоточенно. Пожароопасный период в этом году объявили уже в апреле. И с тех пор парашютистам авиалесоохрана выпадало совсем немного дней, когда прыжки случались только на тренажерах. Существует пять классов пожарной опасности для лесов. Они составляются на основе метеорологических данных, осадков и температуры. Начиная с третьего класса леса начинает патрулировать авиация. Легкие одноместные самолеты и Ан-2, прозванные народе кукурузниками. На своем борту они несут группу парашютистов. Вражаясь военным языком, парашютисты пожарные – это спецназ. Они работают небольшими группами. Их задача – ликвидировать пожар в самом начале, пока он занимает небольшую территорию. Причина большей части лесных пожаров – сухие грозы. Это явление возникает, когда воздух прогревается до 30 градусов и выше. Теплые массы поднимаются вверх, смешиваются с холодными, возникают разряды молний. При этом дождь либо не долетает до земли, испаряясь, либо идет очень слабый. Подобные явления часто сопровождаются сильным ветром. Вместе это дает условия для развития сильных пожаров, особенно в удаленных районах. В прошлом году, видя такое большое количество пожаров в соседних регионах, они возникали именно в зонах космического мониторинга, разрастались до громадных масштабов и уже такие последствия значительные были для всей страны. Мы приняли решение сократить эти зоны у нас в регионе на 30%. Зоны космического мониторинга – это территории, слежение за которыми осуществляется только со спутника. И по закону пожары там можно не тушить, если нет угрозы людям, потому что затраты на тушение превышают возможный ущерб. Однако в Югре уже который год подряд принимается решение тушить все. В районе суток уже отрабатываются термоточки. Бывают, если там нету техногенных объектов, но бывают форш-мажорные случаи или боковой ветер, авиация не может вылететь или еще сломался. Но в основном у нас мы работаем и в течение суток-полтора термоточка отрабатывается. Сейчас в Югре чуть более 600 парашютистов-пожарных. Они разделены на группы по всему округу. Еще на стадии обучения отсеиваются те, кто по разным причинам не годится для этой сложной работы. Многих тянет романтика, любовь к лесу, но на одной романтике тут не выехать. Главный фильтр – умение перебороть страх. Ну я еще с детства хотел прыгнуть с парашюта. Это была у меня вообще мечта. Блин, ну когда начал прыгать, понял, что это очень страшно. Первые два прыжка я вообще не понял. Ну, выпрыгнул, раскрылся, все как бы. На третий раз я, на третий прыжок я не мог идти к самолету, ноги не имели. И в самолете меня тошнило, плохо было. И все, я себя настроил, что надо прыгнуть, раз пошел парашютист пожарный. Прыгнул, и все, с тех пор я уже 20-й прыжок. Синоптики прогнозируют, что нынешнее лето будет теплым, а к концу даже сухим. Югра – один из немногих регионов, кто смог сохранить свою парашютно-пожарную службу. И статистика показывает, это решение было правильным. Вот уже 4 года югорские леса удается сбречь от большой беды. Сергей Коробков, Юрий Гуриев, Григорий Апанасюк. Телекомпания «Югра» специально для Больше, чем новости. Нефтеуганские электрические сети приступили к испытаниям беспилотника. Летательный аппарат российских разработчиков будет мониторить линии электропередачи. Летательный аппарат поднимается на 300-метровую высоту и передает картинку на монитор компьютера. Использование таких аппаратов поможет компании экономить средства и силы. На осмотры оборудования не придется привлекать персонал и высокопроходимую технику и вертолеты. Ведь зачастую объекты находятся в труднодоступных и проходимых болотах или залитой водой пойме. По этой же причине нижнебартовские энергетики разбираются не только в электричестве, но также вводят снегоходы, вездеходы и маломерные суда. Профессия обязывает. Иногда к линиям электропередачи приходится добираться по бездорожью или вплавь. Так как, например, сейчас 185 лэб и две подстанции под угрозой подтопления. 68 опор уже находятся в воде. За их состоянием наблюдают специалисты. В этом году чрезвычайных ситуаций не возникало. Электричество стабильно подается в Мегион и на нефтяные объекты. Но энергетики постоянно на чеку. Чем угрожает большая вода линиям электропередачи, выясняла Елена Составова. Давай, давай, еще, еще. В студенческие годы Владимир Архипов и не предполагал, что его будущая профессия такая разноплановая, что однажды электромонтер сядет за руль моторной лодки. Электромонтеры универсальные. То есть мы и на буранах зимой ездим, и на снегоболотоходах. Также вот в таких участках осмотр производим на лодках. По центру реки лодка идет плавно и легко. Сложнее плыть по узким протокам. Нужно постоянно следить за тем, чтобы не зацепить дно. Обследовать затопленные территории энергетикам помогают четыре вездехода-амфибии и две моторные лодки. Вообще к ликвидации технологических нарушений круглосуточно готовы восемь ремонтных бригад. В этом году их помощь пока не требовалась. Но бывали случаи, когда действовать приходилось оперативно. В 2015 году у нас на этой же линии, только гораздо дальше, на Орехово-Ермаковском месторождении, так получилось, что ручей, который превратился в хорошую реку с быстрым течением, в дальнейшем при развитии паводковой ситуации он превратился в реку и поменял русло и поднул фундамент. Из-за этого у нас одна опора падала. Это произошло в пик половодья, но нефтяники не остались без электричества. Аварийный участок отключили. Электроэнергия подавалась через резервные линии. Как только появилась возможность применить тяжелую технику, фундамент укрепили. Акваторию Меги и Аби обследуют несколько раз в месяц. Следят за этими местами и специалисты МЧС. О любых подозрительных случаях информируют энергетиков. Вода вымывает грунт из-под опор. Они становятся неустойчивыми. Это главная опасность, которую несет паводок. Все объекты, которые входят в зону риска, нам известны. По данным объектам, соответственно, производится предварительный осмотр. В случае необходимости, производится укрепление как берегов, так и фундаментов под нашими оборудованными линиями электропередачи в том числе. Фундаменты укрепляют бетонными конструкциями, мешками с песком. Есть еще одна опасность. Реки меняют русло. Вода подходит вплотную к линиям электропередачи. Тогда опоры приходится переносить. Сейчас энергетики разрабатывают проект перехода через протоку Мулка. Эта линия обеспечит электричеством все месторождения на левом берегу Аби. Длина перехода более 700 метров. Проходу крупногабаритных судов линия мешать не будет. Уровень воды в реке Опь пошел на снижение, но расслабляться пока рано. Патрулировать затопленные территории энергетики будут до окончания половодья. Вместе с ними водные просторы Аби и Меги исследовали Елена Составова и Николай Гауфе. Специально для программы «Больше чем новости». Только черному коту и не везет. Слова известной песни как нельзя лучше описывают историю, которая произошла в Ханты-Мансийске. В одном из районов города нашли кота с выпавшими глазами. Его усыпили, а неравнодушные горожане написали заявление в полицию, чтобы найти того человека, кто мог это сделать. Мы провели собственное расследование, разобраться в том, как животное могло получить свои страшные травмы, попыталась Наталья Акст. Десятилетняя Аня и не думала, что ее утренняя прогулка на электросамокате закончится так быстро и так печально. Проезжая мимо одного из домов в своем районе, девочка заметила в траве черного кота. Его вид был пугающим. Видела кошку, смотрю, что там такое красное, приглядела, а потом глаза. Поехала к маме рассказывать. У кота были выпавшие глаза, получается, они у него просто висели на мордочке. Мы его собрали, завернули в одеялко и увезли к клинику. Врач был в шоке, сказал, что за сколько лет работы он в первый раз видит такое. И сказал, что кот уже не сможет жить и поставил ему укол, усыпил его. История о трагической судьбе животного разлетелась по Хантамансейску буквально за сутки. В местном паблике горожане выдвинули версию, что над котом поиздевался живодер. Некоторые даже предлагали деньги за информацию о том, где его можно найти. Но было принято решение написать заявление в полицию. Я тоже на всплеске эмоций сначала сказала, что я сама, наверное, бы руки переломала и все. Потому что у меня у самой четыре кошки, все подобрыши, ни одной я не взяла так, чтобы понравилось. Как будто мне на улице всех подобрала. Не надо самосуда, а надо, чтобы наша доблестная полиция нашла этого живодера. Так как есть статья, привлекающая за это дело. Все, значит, поддержали эту тему. В Вайбере создалась группа, где начали собирать подписи неравнодушные граждане. Там порядка полторы сотни человек. Образовалась инициативная группа людей, которые готовы, в общем-то, эту тему продолжать, озвучивать и бороться за права животных именно уже рычагами законодательства. Хочется, чтобы это не был какой-то суд линча над одним каким-то человеком. Мы должны говорить о том, что это явление, и явление, которое нужно пресекать, начиная с практики плодильщиков, с подкинутых котят и щенков. Именно эти люди идут со участниками подобных преступлений. Жертвой преступления могут стать не только бездомные, но и домашние животные. Так, несколько дней назад в одном из сотов в упор застрелили кошку. Пулю обнаружили при вскрытии. Хозяева уже подали заявление в полицию. Люди, склонные к проявлениям жестокости в отношении животных, могут представлять опасность и для других людей, и общества в целом. Это не просто отклонение в поведении человека. Это также является симптомом психического расстройства. Внешне люди, которые совершают насилие над животным, могут выглядеть обычно и стандартно. В качестве зацепки у хозяев убитой кошки хотя бы есть пуля. В деле же черного кота пока улик, говорящих о том, что травмы нанес именно человек, попросту нет. Полицейские ведут свое расследование. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лицо, причастное к совершению противоправного деяния. А вот ветеринарный врач, который сделал пострадавшему коту гуманную эвтаназию, считает, если бы травмы наносил человек, то он и сам мог пострадать не меньше. Во-первых, это кот. Во-вторых, он здоровый кот. То есть он крупный сам по себе такой. Он бы по-любому давал отпор. Там бы, я не знаю, какой. То есть это что, надо его связать или как-то поставить какой-то милорелаксант, расслабить, вырвать глаза и отпустить. Это же дурость. Конечно, могло ДТП, но я думаю, что могла не машина. А может каким-то мотоциклом и квадроциклом, ну небольшим. Поэтому у него и не была черепная коробка сломана. Слова ветеринара подтверждает независимый эксперт. Алексей Чемов оценил травмы животного по фотографиям. Скорее всего, это наезд автомобилем, потому что механически глаз извлечь, и при том, что осталось глазное яблоко целое, это невозможно. Могу предположить, что кот является брахиоцефальной породой. У таких животных костная орбита неглубокая, и глазное яблоко практически не защищено. Во время удара происходит мгновенная передача травмирующего давления через жидкое содержимое глаза во всех его направлениях. Это как взять надутый шарик с водой, давить, и, соответственно, принцип такой. Ну и отсюда, соответственно, из глазного яблока, глазное яблоко из орбиты выходит. Только черному коту и не везет. Сложно утверждать, как появились эти ужасающие травмы без судебной экспертизы. Кстати, у животных она своя, ветеринарная. Возможно, это дело рук живодера, а возможно и нет. Местные жители говорят, на этом участке дороги с крутым спуском часто сбивают кошек и собак. Опасаются за свои жизни и сами пешеходы, которым приходится идти не по тротуару, а прямо по обочине. Она, эта горка, очень плохая. Хоть она и кажется небольшая, но она очень плохая. Во-первых, во-вторых, детишки на велосипедах, они же ездят, они не смотрят, не видят. А молодежка, она же на машинах гоняет, тоже не смотрит, не соблюдает скорость. Тут надо не больше 40 километров ехать в час, во-первых, потому что тут подъем и также спуск. Бывают такие случаи вообще вот именно на этом участке, что приходится маневрировать на велосипеде, там и уворачиваться от встречных машин? Ну, иногда просто, когда и по встречке едет машина, и напрямую со мной. Но, если честно, было бы проще, чтобы здесь сделали тротуары. Ребятишки же ведь еще малые бегают, а они же как россияные бывают, и поэтому очень опасно здесь. А зимой особенно они катаются и на санках, и на лыжах. А здесь же горка, а движение-то идет в эту и в ту сторону. За движением на этом участке дороги вот уже больше 40 лет следит Алексей Кумышев. Именно возле его дома обнаружили искалеченного кота. Я не думаю, что это живодерство. Я думаю, кота сбило машиной. Он, может, из-за травы выскочил, и все, и попал под машину. И водитель-то, может, в этом не виноват. У нас тут движение постоянное. Выходные, ну, их еще больше. Бывает, и ночами гоняют. Гонщиков хватает, конечно. Жители района Омыка неоднократно обращались в городскую администрацию с просьбой сделать этот участок автодороги безопасным для пешеходов. О том, какие меры помогут снизить аварийность, а также защитить людей и животных от наездов, рассказал Дмитрий Дубровин. Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения окружной столицы. Проектом организации дорожного движения на данном участке предусмотрено наличие пешеходной дорожки. В частности, на данном участке необходимо его в кратчайшие сроки сделать в плане снижения скорости на данном участке. Необходимо более детально рассмотреть вопрос о необходимости установки, допустим, либо дорожных знаков, ограничивающих снижение скорости, либо установки искусственной неровности. Что касаемо тротуара, там действительно, я сейчас смотрю схему, в районе дома 25-го он прерывается, потому что там идет линия электропередач. Возникла потребность выезда на место, чтобы определить операцию земельных участков. Планируем сделать в начале июля. После этого будет принято решение. Возможно, печальная история одного черного кота поможет оценить реальную опасность маленького участка дороги с крутым спуском. Ведь под колеса машина может угодить кто угодно. Наталья Акст, Владимир Дадыко, Юрий Гурьев, Григорий Апанасек, Антон Пироговский. Специально для программы «Больше чем новости». На этом все. Крутых поворотов исключительно с приятными последствиями. И до встречи через неделю. Продолжение следует...